Привет! Это Борис Блохин. Вы слушаете подкаст Inside 5. Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдера всего за несколько минут. Сегодня 21 марта, четверг. История первая. Российская армия нанесла удар по Харькову. Ракета попала в многоэтажное здание, в котором находились производственные помещения и офисы. В результате удара погибли как минимум 5 человек. Не менее 9 человек пострадали. Площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров. По данным ВСУ, удар был нанесен ракетой Х-59. В Российской Минобороны утверждают, что поразили базу наемников. А в соседней Белгородской области России при обстреле погибли двое жителей Грайворона. Разрушено здание. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, обстрел округа ведется с применением реактивных систем залпового огня. Еще один человек погиб при обстреле Белгорода. Тем временем Владимир Путин в Кремле восхищался жителями Белгорода. Он пообещал, что власти обеспечат безопасность в приграничных регионах. Правда, не уточнил, каким образом это будет сделано. Прежде всего, хочу выразить слова благодарности и восхищения жителями Белгородской области и других пограничных регионов. Первичная задача – обеспечить безопасность. Здесь существуют разные способы. Они непростые, но мы это и сделаем. Я уже говорил об этом, просто не хочу сейчас в этой торжественной обстановке вдаваться в детали. Но будем, безусловно, будем над этим работать. Уже больше недели Белгород находится под обстрелами. За это время погибли и получили ранения более ста мирных жителей. Началась массовая эвакуация детей. Добавлю, новая глава Международного уголовного суда в Гаге Тамоко Аканы заявила, что Путин не избежит ответственности за войну в Украине. В интервью японскому агентству Киода судья процитировала китайскую пословицу. «Месть небес медленная, но верная». История вторая. Режиссера-документалиста Всеволода Королева приговорили к трём годам колонии по статье о фейках. Решение вынес суд в Санкт-Петербурге. По версии следствия, Королев якобы распространил заведомо ложные сведения о событиях в Буче, Донецке и Мариуполе. Прокурор запрашивал для него 9 лет колонии. При этом оба свидетеля в деле ранее отказались от своих показаний. Всеволод Королев известен тем, что снял фильмы про осужденных за военные фейки художницу Сашу Скочеленко, и журналистку «Рус-Ньюс» Марию Пономаренко, после чего был обвинен по той же статье за посты в соцсетях. История третья. В Оренбурге арестовали двух сотрудников ЛГБТ-клуба по делу об организации экстремистского сообщества. Речь идет об администраторе и арт-директоре клуба «Поуз». В начале марта силовики провели в заведении рейд. Посетителей заставили отвечать на вопросы о целях пребывания в клубе. В конце прошлого года власти объявили экстремистским и запретили несуществующее международное движение ЛГБТ. Уже на следующий день полиция провела облавы в клубах Москвы и Петербурга, где проходили вечеринки ЛГБТ-сообщества. Добавлю, сотрудникам Оренбургского клуба грозит до 10 лет лишения свободы. История четвертая. Джулиан Ассанж может заключить сделку с американскими властями. По данным Wall Street Journal, основатель WikiLeaks ведет переговоры с Министерством юстиции. Ассанж находится в британской тюрьме. США требуют от Лондона его выдачи. В Штатах Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы по обвинениям в шпионаже и раскрытии секретной информации. Если он и американские власти договорятся, дело переквалифицируют по более легкой статье о ненадлежащем отношении с секретными документами. В этом случае Ассанж может выйти на свободу, так как уже отсидел в Великобритании 5 лет. Условия сделки не раскрываются. Сейчас Ассанж пытается оспорить в Верховном суде Великобритании решение о своей экстрадиции в Америку. Основателю WikiLeaks в США предъявлены в общей сложности 18 обвинений, в том числе за публикацию секретных документов американских ведомств. В 2012 году Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне. Его экстрадиции потребовали США. Пять лет назад Эквадор лишил Ассанжа убежища, и он был арестован британскими властями. С тех пор он сидит в тюрьме. История пятая. В Польше возобновились протесты фермеров. Они заблокировали въезды в крупные города, в том числе Варшаву, Вроцлав и Познань. В акции по всей стране участвуют десятки тысяч человек. Работники агроотрасли выступают против зеленого курса Евросоюза, импорта продукции из Украины, ограничения животноводства в Польше и драматической ситуации в сельском хозяйстве. И это все на сегодня. Это был подкаст «Инсайт Файв». «Инсайт Файвjam», «Инсайт Файв» «Инсайт Файв». И олимп Damasцика в Kennсайхеле. Продолжение следует...